Буквально недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения ребенка на объекте незавершенного строительства, на заброшенном здании. И таких объектов в нашей области достаточно много. И большинство из них находится в заброшенном состоянии без присмотра, без организации необходимого ограждения для доступа посторонних лиц. И вот сейчас к нам обратились жители Череповца с просьбой рассказать и помочь в проблеме с их зданием, заброшенным и построенным самовольным. В 2012 году мы обратились в органы надзора и в городские органы, в городскую администрацию с тем, чтобы они приняли меры по сносу самостроя, который находится рядом с нашим домом. Значит, после всех разбирательств в 2015 году уже было принято решение судом о сносе данного самостроя. Он был признан опасным и подлежащим только сносу. Значит, с 2015 года, хотя уже действуют исполнительные листы, какие-то штрафы были приняты, какие-то меры, попросту судебные приставы бездействовали и, значит, никаких действий по сносу данного самостроя не предпринималось. Значит, мы неоднократно обращались в органы прокуратуры, в городскую администрацию и президенту дважды обращались, в администрацию президента. И, значит, все оставалось вот в таком же виде. На данный момент земля у бывшего собственника, не собственника, а арендатора изъята, и данное строение было выставлено на торги. После проведения торгов это здание пришло вот в такой вот вид. То есть безобразный, опасный и для людей, и для всех окружающих. Мы три недели назад обратились опять же в городскую администрацию с тем, чтобы они обезопасили нас, так как мы живем рядом, и других людей от обрушения данного здания. То есть, посмотрите, конструкции полуразрушены. Вот эти треугольники, они представляют такую опасность, что они могут рухнуть на любого проходящего мимо. Значит, из администрации приезжали заместитель начальника имущественного отдела, начальник стратегического отдела и представители администрации также. Они походили, посмотрели. Но за три недели здесь приняты были меры следующего характера. Натянута ленточка и поставлены щиты, которые, ну, грубо говоря, спустя неделю после сильного ветра упали. Значит, на данный момент мы считаем, что администрация нашего города не исполняет свои обязанности под предотвращение опасных ситуаций. На данный момент практически ничего не делается. Ну, в принципе, нам вот объяснили, что данная ситуация находится на контроле у прокуратуры, так как было, опять же, недавнее обращение в прокуратуру. И, ну, были разосланы письма и судебным приставам, и в администрацию города. Но пока мы от администрации города не получили никакого конкретного ответа. Они каждый раз ссылаются на то, что данное здание будет выставлено на торги, будет продано такому-то участнику, такому-то участнику, но ни один из участников пока не подписал данный договор. Ну, значит, еще, смотрите, судом было также установлено, что данное здание, самовольная постройка находится в охранных зонах и тепловой сети, и трансформаторной подстанции. И я вообще не понимаю, как можно было, ну, было же дано какое-то разрешение, разрешение на строительство, но от трансформаторной подстанции должна быть территория не менее 10 метров, охранная зона, от тепловой сети не менее 10 метров. То есть участок-то он не приспособлен для, как бы, строительства. Но его пытаются все время пихнуть куда-то. Дети постоянно сюда приходят. Ну, это что? Это не ограждение. А здесь, посмотрите, ну, просто ребенок может рухнуть, а мало ли кирпич или что-то упадет. Все, что угодно может произойти. Там еще, значит, что? Этот дом, вернее, это самовольное строение, оно подключено и до сих пор не отключено от электрической сети. Там стоит попросту раздетый щиток, все оттуда вынуто, и болтаются голые провода. То есть подходи, ребенок, хватайся, и тебя, ну, грубо говоря, на месте прибьет. Ну, видимо, администрация города не замечает этого и ничего не делает. И что мы имеем? Вот уже 6 лет жители безрезультатно пытаются добиться сноса аварийного здания. А что же делает администрация? Администрация игнорирует жителей, их обращения, их жалобы. А если случится на заброшенном здании какая-то трагедия, не дай бог, Следственный комитет сможет возбудить уголовное дело против мэра Германова? На данный момент мы требуем от администрации города Череповца принять срочные меры по ликвидации данного самостроя, так как он представляет из себя опасность для всех окружающих, находящихся рядом лиц. Редактор субтитров А.Семкин